Всем добро, с вами Тария, и добро пожаловать в новое видео. И сегодня мы с вами обсудим то, как компании сами открывают охоту на ведьм. А точнее, они открывают охоту на свои собственные, чаще всего женские группы. Их ошибки и то, как делать определённо не стоит. Сразу же скажу, всё, что будет говориться в данном видео, в основном относится именно к подходу компаний, а не к самим группам, если вдруг вы являетесь фанатом какой-то из групп, которые я буду называть в данном видео. Да, это относится именно к компаниям, которые делают какой-то неправильный подход к созданию, например, музыкальных видео. Ну а своё мнение в ходе всего этого, в ходе обсуждения этих самых ошибок айдолов, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну а мы начинаем! Первым примером ошибки можно считать ненужный вымышленный мир. И здесь сразу же на ум приходит группа Cherry Bullet. И для данной группы компания FNC создала свою вселенную, операционная система Cherry Bullet, где каждый может поиграть, все дела, различные карточки, какие-то определённые навыки, способности и всё прочее. В общем-то, они вот это вот всё так красиво описали, что это такая вот классная игра, в которую, так скажем, встроена группа Cherry Bullet. Но это выглядит странно, потому что обычно женские группы создаются с упором на то, что ими будут интересоваться парни. Чаще всего женские группы делаются именно для того, чтобы привлекать мужскую аудиторию. Мужские группы, соответственно, делаются на женскую аудиторию. Они задели созданием такого вымышленного мира, мира Cherry Bullet, две очень странные вещи. Это то, что да, парни любят компьютерные игры, и парни любят красивых девушек. Но вроде бы идеальный же концепт. Вот только есть одно но. Но концепт и создание вымышленного мира — это две разные вещи. Хорошим примером концептов является то, как позиционирует себя TWICE, когда их концепт в зависимости от альбома и разных музыкальных видео меняется. Что касается Cherry Bullet, это то, что они создают прямо-таки вселенную, в которой они будут постоянно существовать, и, соответственно, из альбома в альбом они будут переходить от задания к заданию, выполнять различные квесты и всё прочее, что, конечно же, многим не понравилось. Потому что, когда парни хотят поиграть, они не смотрят на девушек-айдолов. Когда парни хотят посмотреть на девушек-айдолов красивых, они в это время не играют в игры. И, пытаясь объединить эти две вещи, они сделали взаимоисключение. То есть, соответственно, парни и не заинтересованы в женской гипо-группе, и не заинтересованы в той игре, в которую они как бы играют, по своему такому вот концепту вымышленного мира бесконечного. Фонси вовремя одумались, когда передумали придумывать какой-то вымышленный мир для AOA, но они, кажется, провалились, когда решили организовать этот самый вымышленный мир для Cherry Bullet. Потому что не нужно компаниям влазить в то, что они не способны раскрыть полностью. А Фонси, как можно заметить, ничего не могут вытянуть. Вторая ошибка — это неверность в сути. Здесь, в пример, можно взять Nature Oopsie и Dream Note Hakuna Matata. Это те вещи, которые оставляют такое странное послевкусие, очень непонятное, потому что вы как бы послушали песню, вы посмотрели музыкальное видео и вообще не поняли, как они связаны. Потому что у небольших компаний зачастую нет ресурсов для того, чтобы нанимать хороших композиторов, нанимать хороших лириков и делать всё так, чтобы это выглядело не только визуально и красиво, но и чтобы у этого был какой-то смысл. Люди тратятся на кей-поп-группы, когда они что-то пытаются в них найти, увидеть. То есть услышать в их песнях какую-то, например, поддержку или же послушать что-то такое весёлое, поднимающее настроение, какое-то сопереживание, ещё что-то подобное. Но когда вы слышите тексты этих двух песен, то становится не очень понятно. Ещё больше становится непонятно, как связан текст песни с тем, что происходит в музыкальном видео. Потому что не связан над словом «никак». И возвращаясь к тому, почему, опять же, люди тратятся на кей-поп-группы, это то, что много ориентировано на девочек-подростков. Поэтому огромное количество мужских групп с очень странными концептами, но всё-таки с посылом, который поддерживает этих самых девочек. Или же есть достаточное количество хороших женских кей-поп-групп, которые, опять же, каким-то образом поддерживают девочек, дают им мотивацию и всё прочее. И что касается парней, почему парни в это вкладываются, то тут история как в армии. В армии, по-моему, у парней очень популярная группа Twice. Очень популярна. И тому есть причина. Они находят в их текстах песен, они находят в этих девушках то, чего им так не хватает. Собственно, девушек, потому что девушек нет в армии. А что мы получаем от двух вышеуказанных групп в виде их, собственно, музыкальных видео? Ничего. Поэтому да, маленьким компаниям, вместо того, чтобы гнаться за тем, как бы сделать более так крутую графику в музыкальном видео, им стоит подзаботиться просто о написании текста песни. И о том, чтобы не пытаться создавать какой-то вымышленный мир, такое волшебство, всё и всё прочее, а использовать что-то более знакомое для людей. Например, окей, опять же, Twice. У них был вот этот вот концепт с чирлидерами. Все знают, кто такие чирлидеры. Все понимают, что это вот девушки, которые там поддерживают спортивные команды и всё прочее. Это знакомый концепт. Но главное всё-таки не перетягивать это вот в ту сторону, как была одна группа, которая очень короткое такое время просуществовала. Они сделали концепт чирлидеров, но это получился не очень хороший концепт. Девушки были несовершеннолетними, но при этом они делали странный в своём, так скажем, клипе. Не надо так. Или же какие-нибудь принцессы диснеевские или ещё что-то в этом духе. Это знакомые концепты и точно так же знакомые эмоции, которые идут в лирике, а не вот это вот всё, ладно? И третий пунктик можно ознаменовать как «А это действительно нужно?» Потому что компания принимает всё более странные решения при создании каких-то своих групп, при создании новых концептов для этих самых групп. И, например, вмешивать туда тоже феминизм является очень плохой идеей. Точно так же, как и заставлять девочек изображать влюблённость, когда они даже не понимают, что это такое. То есть есть достаточное количество групп, в которых участницы показывают эту самую влюблённость, они поют об этой влюблённости. А если вы взглянете в их глаза, то вы такие просто прочитаете там надписи. Я вообще не знаю, что такое влюблённость. Я никогда не влюблялась. У меня не было на это времени. И, соответственно, когда вы посмотрите на всё это, у вас появляется такое вот, опять же, странное послевкусие как бы. А зачем всё это надо было? Вам точно нужно было использовать этот концепт? И возвращаясь к теме феминизма, это то, что если какая-то группа использовала тему феминизма для того, чтобы привлечь, например, новых фанатов каких-то в одной песне или в паре песен, то это максимально странное решение, которое только можно придумать. Да, феминистки, возможно, обратят на них внимание, но это точно нужно. Обязательно делать такие концепты. Обязательно компаниям пытаться выставлять в очень странном свете собственных айдолов. И обязательно пытаться нарываться на ненависть, потому что, окей, одну-две песни, они выпустили чисто две статистики, чтобы в интернете так и пообсуждали. Но дальше ведь это не заходит. И, соответственно, нужно и это мимолётное привлечение внимания. И, соответственно, если так подумать, то когда-то была очень популярна группа FX. И они привлекли внимание. Они привлекли внимание тем, что они отличались от классических кей-поп-групп. Они не вели себя как стандартная кей-поп-группа. И поэтому они многим нравились. Но они не перегибали палку. Поэтому не помешало бы побольше концептов в стиле FX. Но при этом без перегибания палки. Если так посмотреть, почему многие увлекаются кей-поп? Потому что, с одной стороны, это как бы участники, близкие друзья. А с другой стороны, это вот недостижимые какие-то такие вот звёзды, на которых некоторые пытаются равняться и так далее. То есть люди чего-то хотят получать от этих групп. Они хотят не просто пустых слов там в лирике где-то. Они хотят чего-то, что будет соответствовать всему этому. Они хотят видеть что-то реальное. То есть, например, если вы посмотрите, возвращаясь к тем же FX, то взгляните на Эмбер. Она показывает себя такой, какая она есть, какой ей нравится быть. И всё замечательно с этим. Её никто не пытается притянуть как бы за уши к той теме, к которой она не хочет притягиваться. И поэтому, да, если какие-то айдолы и компании этих самых айдолов хотят говорить о неземной любви, о первой влюблённости и всём прочем, значит, надо, чтобы эти самые айдолы понимали, о чём они поют при этом. Если они хотят говорить там о феминизме, то айдолам надо понимать, в чём смысл этого, зачем они об этом поют, как это работает, и делать это не на одну песню. Если они хотят создавать какие-то такие вот вымышленные миры бесконечные, то надо понимать, зачем это всё делается, а не создавать такие вот, так скажем, концепты, которые постоянно вот так отталкиваются друг от друга, и они никогда не притянутся, они никогда не пересекутся, они постоянно будут идти параллельно, не понимая друг друга. Замечали вы что-то такое странное в концептах кип-поп-групп? И за что, собственно, вы любите эти группы, которые вам очень сильно нравятся? Обо всём этом, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Я вас всех очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Ярабон, анням. Кобсумнят, анням.